Курсанты в полной экипировке выдвигаются на территорию учебного центра Росгвардии. Впервые за 25-летнюю историю учений будущие выпускники все роли забрали себе. Раньше радикальными зэками были действующие сотрудники. Мы сегодня выполняем роль осужденных. То есть мы в учреждении организовываем бунт непосредственно с администрацией учреждения. И в последующем наша задача, чтобы нас не забрали, так скажем, чтобы нас не повязали. По словам пятикурсников, побывать, что называется, в шкуре заключенных позволяет лучше понять менталитет спецконтингента, их манеру общения и так называемые подводные камни, например, при освобождении заложников. Через несколько недель пятикурсники приступят к реальной работе в своих территориальных органах. Учения – итог, своего рода возможность отшлифовать основные навыки. Данными учениями проводится и отрабатывается 25 вводных. И это та практическая составляющая, которая позволит действительно закрепить на практике те теоретические знания, навыки, как я уже говорил, для того, чтобы в дальнейшем уже на практике использовать их. Игровые коллективы сформированы по принципу исправительных учреждений с полной организационной структурой, где есть начальник, заместитель, сотрудники всех основных отделов и служб, чтобы каждый курсант мог найти себя именно по той специальности, которую он осваивает в ВУЗе. После получения диплома я направлен в Республику Крым, в сезон номер один по городу Симферополь. И на должность инспектора режима. Это семейная. Отец у меня, правда, в МВД. Но решил сюда. С гордостью, конечно, буду носить погоны. Служу России. По поводу того, какая задача сложнее, собрать улики с места преступления или грамотно оформить протокол и текущую документацию, мнения участников разнятся. В их специальностях мелочей не бывает. Все решения участники игровых коллективов принимают самостоятельно. Как провести оперативное совещание, расследовать условное убийство осужденного с помощью криминалистической техники, рассматривать ходатайство осужденных об условно-досрочном освобождении и переводе в колонию-поселение, открыть удаленный производственный участок. Навыки обысково-досмотровых мероприятий участники учения отработали в исправительных колониях 5, 4 и К2 УФСИН России по Рязанской области. С предыдущим этапом курсанты Академии УФСИН России справились на оценку отлично. Сейчас у нас предстоит освобождение лиц захваченных и удержанных в качестве заложников на объекте УФСИН России. Промежуточные итоги комплексных учений «Итог-2022» подведут на оперативном совещании. Именно тех, кто лучше всех справился с высшей формой оперативно-служебной и профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, прозвучат в актовом зале по окончании учений. Олеся Харлина, Марина Романюк, телекомпания «Город».